Доброе утро, дорогие друзья! К нам присоединяется Алексей Сергеевич Бобровский, экономист, автор многих проектов, наш коллега. Приветствую, Алексей Сергеевич! Ну что думаешь? Все в ожидании изменений, которые будут в настройке налоговой системы, говорят, что там справедливость. Мне больше нравится термин гармонизация, я не настаиваю, а справедливость вот именно в распределении доходов. Вот справедливость в распределении доходов, что, конечно, всегда полезно. Вообще, какие ожидания от экономики? Чего ждать? Ну, ЦБ вчера сказал, что перегрев. Значит, будем в июне думать о повышении ставки ключевых. Алексей Сергеевич, объясни, пожалуйста, а что такое перегрев? Я просто реально не понимаю этого термина. Я вот как старый экономист, но я советский же кандидат экономических наук. Вот что они называют перегревом? Как это? Советский это другое. Вот-вот, да-да-да. Хотя, я тут сейчас поднимаю в статьи уже не батюшки Андрея Рымовича, а самого Андрея Рымовича. Там очень интересные вещи, на самом деле, и про военную экономику. Ну, это отдельный разговор. Вот, а про перегрев, ну, в их, так сказать, западной экономической мысли, по которой мы все учились 30 лет, как минимум, вот с развала Советского Союза, означает простую вещь. Экономика, если очень быстро растет, в экономической науке это всегда сопряжено с ростом инфляции. И в западной модели обычно так и происходит. Ну, исключений почти что нет. Ну, есть, но это так вот, просто они подтверждают правила. И наоборот, если экономика, что называется, охлаждается, обычно это делается через высокие ставки, то есть, действительно, замедляется экономический рост. И вместе с ним в западных экономиках всегда традиционно при этом, ну, снижалась инфляция. И таким образом... А быстро растет это сколько? Быстрый рост для развитых экономик, какими они себя считают, он считается, ну, вот, выше 3-4%. То есть, это значит, что экономика Китая всегда перегрета, и там должны быть высокие, исходя из этого, ставки рефинансирования, которых нет. Да. Это значит, что весь, все советское чудо было на перегретой экономике, потому что при Сталине темпы роста экономики были зашкаливающие по нынешним понятиям, только как-то с инфляционными проблемами проблем не было, а ставка ЦБ звучит как основание для расстрела. Да, ровно так. Вот ровно так, вот в той модели мира, в которой мы там долгое время находились. Сейчас мы к какой-то другой модели переходим, но частями и кусками, и не все. И если мы уже об этом говорим и понимаем, что что-то не так в консерватории имеется в виду денежно-кредитной политики, то какая-то часть экономического сообщества, она еще вот мыслит этими старыми категориями, ну, которые, естественно, предписывают в данной ситуации, ну, не допускать чрезмерно быстрого роста. И когда начинаешь... А президент, то есть, получается, президент... Я просто не могу понять, а кому слушать правительство? Президент ставит задачи темпы роста выше мировых. И называет темпы роста, которые по определениям ЦБ и их подсвинков являются факторами перегрева экономики? То есть, ЦБ против президента, то есть, это я так должен понимать? Ну, просто президент же назвал конкретные цифры. Ну, президент назвал не просто конкретные цифры, он обозначил это как долгосрочные цели. То есть, мы, в принципе, с такими темпами, о чем говорил, будучи макроэкономистом в правительстве и вот нынешний министр обороны, это вообще-то долгосрочная цель. Мы такими темпами должны до 30-го года, по идее, расти, не ниже. Мы должны эти темпы выдерживать, чтобы в конце концов догонять, становиться третьей экономикой и прочее-прочее. И, конечно, в этой связи возникает вопрос, скорее, не за кого правительству, а что делать с ЦБ. Потому что вот эта конфигурация, в которой он как бы такой сферический конь в вакууме, он только за инфляцию отвечает, но в целом не встроен в госсистему, а в той системе западной мы уже не присутствуем, потому что нас от ее инструментов основных, прежде всего от иностранных валют, отрезают. Возникает вопрос, как бы с кем вы деятели искусства. И возникает резонное желание посмотреть, как было в истории. В истории до, в целом, 50-х, 60-х годов, даже в мире, в западном мире, большинство центральных банков, если только не брать особую историю ФРС, были подчиненными структурами к государственной политике. В Китае это и сейчас так сохраняется, и правильно они делают, в этом их сила. Поэтому приезжают бывшие главы Федрезерва, ныне главы казначейства, и говорят, вы нерыночными методами поддерживаете свою экономику, вы стимулируете производство. Надо, наоборот, как мы, стимулировать потребление. Но вот вы стимулируете производство, это нерыночно. И это означает, что китайская модель для них действительно угроза и хороший раздражитель, а для нас неплохой, мне кажется, пример. Значит, в этом случае нам интересно было бы поразмыслить на тему, а нужно ли переподчинить наши денежно-кредитные власти, в данном случае ЦБ, но основным задачам хотя бы исполнительной власти. Вот я уж не говорю обо всех остальных сферах. Другое дело, другое дело, я здесь все-таки, ну там, чуть-чуть и в защиту ЦБ скажу, в чем перегрев, например. Ну, вот я, например, считаю, что нынешний разговор о дифференцированной шкале налогообложения, имея в виду НДФЛ, то, что происходит, оно не даст того эффекта, на который рассчитывают. Более того, когда президент сказал подумать о настройке, до настройки налоговой системы, он не обязательно говорил, что надо вот прям НДФЛ повышать. Тем более, что, по сути, это ничего не решает с точки зрения, вот как раз, социальной справедливости. НДФЛ платит работодатель. Мы, как люди, вот, заключающие договор с компанией, мы не из своих, вот, как бы, полученных на руки денег это платим. Это платит работодатель. То есть, закладывает в конечном итоге в свои косты стоимость бизнеса. А значит, стоимость конечной продукции. Что, конечно, тоже будет подогревать впоследствии инфляцию. А вот до настройки системы сегодня может быть введение, например, налога на бездетность. Помните, как в Советском Союзе 6 процентов. Между прочим, был введен в военное время этот налог. Вот я бы об этом подумал. Налог на вывод капитала. Вот я бы об этом сейчас подумал. Срочно подумал бы. Там, я не знаю, подумать о том, как стимулировать регионы, которым остается НДФЛ. Они всегда работали на увеличение количества рабочих мест в регионах. Подумайте, как их теперь стимулировать не увеличивать рабочие места в системе. У нас низкая безработица. Нечего тут увеличивать рабочие места. 2,7 она официально. А считается, опять же, по западным моделям, что нормальная безработица, ну, чтобы был маневр и у работодателя, и у работника, ну, 4 процента плюс-минус, чуть ниже, это уже неэластичность рынка труда. Сложно выбирать работника, а работник уже будет диктовать свои условия работодателю. То есть это повышение зарплаты в экономике не очень обоснованное. И надо сегодня стимулировать налоговую систему и регионы на то, чтобы они делали не рабочие места, а высокотехнологичное, автоматизированное производство. О чем, кстати, говорит премьер-министр. Ну, вот нужно, чтобы у нас это производство было, ну, как можно меньше людей. Все, нам теперь увеличивать эти рабочие места уже не нужно. Вот о таких изменениях я бы подумал. НДФЛ в данном случае это просто повышение налоговой нагрузки на бизнес. Надо ли оно нам? Да бог его знает. Вот в этой ситуации, конечно, это будет приводить в конечном итоге к росту инфляции еще и через эту часть. Ну вот, и поэтому здесь, конечно, там ЦБ будет действовать по принципу... Ну, я отвечаю... А какая задача главная ЦБ? ЦБ вообще нахрена нужна? Вот их задача в чем? Это описано в законе о Центральном банке. И стабильность рубля, и ценовая стабильность, и, кстати говоря, помощь в обеспечении экономического роста. Ну, это недословные как бы цитаты, но я точно перевожу и перечисляю те задачи, которые обозначены. И что делает ЦБ для экономического роста, если он с ним все время борется? Ну, частично ЦБ некоторые механизмы для банковского сектора и для, в том числе, компаний, которые могут получать через банки ликвидность. Он предлагает, у него есть довольно широкая линейка этих механизмов. Но главная его задача, когда возникает вопрос, а вот где, так сказать, баланс инфляции или экономический рост? Он говорит, ну, конечно, для меня инфляция важнее, я вот за инфляцию и больше ничего делать не буду. И в этом смысле он действует в соответствии с своим мандатом, который на самом деле, как закон, нигде никем не прописан. Ну, товарищи депутаты наши уважаемые, они бы могли этот вопрос задавать. На секундочку, в банковском финансовом союзе... А что обозначает независимость ЦБ? Вот я не понимаю эту формулировку. Центральный банк, если независим, то он живет как? Вот он вообще о чем? Если он независим, почему мы ему платим зарплату? Да, хороший вопрос. Хотя он, надо сказать, к концу года даже отчитывается. И вот у него обычно даже небольшая прибыль всегда есть, которую он честно сдает дальше по инстанциям, что называется. То есть он может сказать, я как бы сам себе зарплату плачу, чисто технически он это может сказать. А независим он в этом смысле в той конструкции, которую мы взяли на вооружение с 91-го года. Она фактически, эта конструкция, означает, что ЦБ регулирует и смотрит, следит внимательно за потоками приходящей валюты в экономику, за ее оттоком, на балансе которой, в общем, в том числе проводится денежно-кредитная политика. Потому что сегодня, в том числе и курс рубля, ну до сего момента, до 2022 года, сейчас все равно это так же, но система несколько нарушена. Но до этого момента, сегодня, ЦБ смотрел на курс рубля с точки зрения притока иностранной валюты в экономику и ее оттока. Это был один из главных факторов, который подсказывал, что будет дальше с национальной валютой. Правда, он никогда национальную валюту не таргетировал по курсу. Все руководители или там замруководители ЦБ, которые в публичном поле что-то всегда объясняли, они подчеркивали, ЦБ не предсказывает курс, не таргетирует его и не влияет на него напрямую. Только в стрессовых ситуациях, когда вот экономика, соответственно, находится в стрессе. Только в этом случае. Возникает резонный вопрос, я согласен абсолютно с постановкой, а достаточно ли в нынешних условиях те задачи, те мандаты, которые у ЦБ есть в нашей общей макроэкономической картине. На мой взгляд, конечно, нет. Более того, скажу, у Центрального банка, вернее, у нас есть все инструменты для того, чтобы цели и задачи Центрального банка менять. Менять, они есть. Есть этот самый финансовый совет, это такой как бы совет директоров этого Центрального банка. Там представители от Центрального банка, от Совета Федерации, от Госдумы, там, по-моему, человек 12, ну, в том числе и глава Центрального банка. То есть, в принципе, они могли бы не принять, например, основы и концепции денежно-кредитной политики, которые утверждаются регулярно. Но почему-то это происходит. То есть, как бы здесь иногда и депутаты, и наши... Ну, вот я читаю статью 75 Конституции Российской Федерации. Да. И я вообще не понимаю. То есть, я реально ее не понимаю. Ну, идею переписать, конечно бы. Нет, ну, я объясню, что меня смущает. Значит, установлен на особый конституционный правовой статус этой статьей, определенное исключительное право на расширение денежной эмиссии, часть первой в качестве основной функции защиты обеспечения устойчивости рубля. А наш ЦБ полностью провалил часть вторую. Какая устойчивость рубля? Это называется, как сказать, это... У нас разные мировоззренческие модели, сказал бы Центральный банк. Я как бы его словами говорю, споря с нами вот в этой заочной дискуссии. Если бы он хотел бы спорить, он вообще не очень любит... Да ему вообще плевать на всех. На всех плевать в этом смысле. Но он бы в этом смысле сказал, я не теми методами, которыми вы думаете, что я буду регулировать курс рубля, на него влияю. Я влияю как раз контролем потоков этой самой валюты в экономику и из экономики. Я ничего против не имею. Но им поставлена задача стабильность. Они стабильность не обеспечили. А вот они считают, что стабильность... Ну как? Ну какая стабильность? Сказать, во сколько раз рубль изменился? Ну они считают, что это балансирует экономику. Ослабление рубля балансирует в том числе и возможности экономики, ну например, на внешнем... Редакция, статья 75, часть 2. Защита и обеспечение устойчивостью рубля. Основная функция. Не справились? Ну, кстати, они скажут, устойчивость это не тире укрепления. А да, но это не падение. Никто этого не говорит. Правильно, но у них устойчивость не обеспечена. Насколько изменился курс за последние 5-6-7 лет? Да, да, вот ровно так. Я почему за них это говорю? Я все это от них слышал. И называется, так сказать, на каждую вашу бумажечку у меня есть вот мандат, что называется. И они ровно так и отвечают. Вот ровно такими словами. Ну и когда ты задаешь вопрос, ну подождите, вы же не можете только инфляцию таргетировать? Как же вас вообще экономика не интересует? Они говорят, каждый должен заниматься своим делом. Я только за инфляцию. И всеми методами я буду таргетировать только ее. Остальное меня не интересует. Это была дословная, правда, куларная, так сказать, беседа. Но мне плевать, что их интересует или не интересует. У них есть статья 75-я. Защита и обеспечение устойчивостью рубля. Основная функция центрального банка. Ровно так. Ровно так. Они с этой основной функцией не справились. Колебания валютного курса не являются устойчивостью к колебанию по разные стороны баррикад. Или или. Ну, мы их можем сегодня призвать к ответу. Есть, опять же, две палаты парламента Российской Федерации. Но они же принимают, в конце концов, эту работу центрального банка. Они же утверждают. Эльвира Сахипзадана, все, так сказать, члены, так сказать, правления нашего ЦИКа. Они же приходят на доклад в нижнюю и верхнюю, кстати, палату Российского парламента. И это наши представители. Они же принимают это. Ну, они же, в конце концов, с ней поговорив, задав эти вопросы, говорят, ну что, работу удовлетворить. Вот, как бы, порочный круг. Притом, еще раз скажу, многие представители, ну, там, несколько представителей, они находятся вот в этом, что называется, финансовом совете. То есть, такой совет директоров ЦБ, наблюдательный совет ЦБ. Вот все те же самые вопросы я задаю. Вот ровно точно так же. Но, по идее, все понятно. ЦБ в нынешних условиях должен быть подчиненной структурой, подчиненной основным целям и задачам. Задачи определило руководство страны. Кстати, в Китае точно так же. Ну, есть партия, она же сделала, что называется, сформулированные тезисы. Эти сформулированные тезисы ложатся в основу государственной, и, в частности, экономической политики Китая. Нету других альтернатив. Не может Центральный банк сказать, ну, слушайте, я так не думаю. Он так не говорит, потому что есть цель и задачи. Он эти задачи тоже выполняет. Вот эту штуку нам, конечно, нужно было бы привести в соответствие. Как это сделать? Ну, в данном случае, либо более жестким изменением закона ОЦБ, хотя, еще раз повторюсь, это не главная штука. Вот есть сегодня инструменты приведения этого в нормальное состояние. Опять же, через законодательную ветвь власти. У нас есть эти полномочия и возможности. Но почему это не происходит, я тоже не понимаю, к сожалению. Я понимаю, что так дальше нельзя. Мы не можем здесь выехать на старые модели. Она просто убога, ибо сегодня контролировать эти потоки валютные не представляется возможным. Там альтернатив слишком много, ровно потому, что мы обходим санкции. Обходим те же самые ограничения, которые банковскому сектору делают и страны, там, вторые, третьи, где они под давлением американцев вынуждены это делать. У нас теперь не рубль, не доллар и евро основной объект внимания, а вообще-то китайский юань. А китайский юань, правильно, китайцы делают, но для нас это не очень хорошо, он вообще-то не свободно плавающая валюта. И если осенью китайский центральный банк в конкурентной борьбе с американцами ослабит свою национальную валюту чуть-чуть, и правильно сделает, потому что ему это нужно в отношениях с американцами, в борьбе, я бы даже так сказал, с американцами, мы посмотрим, как изменятся наши золотовалютные резервы. То есть это подсказывает нам, что в целом конструкция старая ДКП, она не отвечает сегодняшним вызовам, ее требуется просто поменять. Вот, каким образом, это вопрос. Есть несколько моделей, есть несколько групп экономистов, которые предлагают разные варианты, но никто ничего не хочет, я имею в виду, в денежно-кредитных властях сегодня делать. Но не хочет по понятным причинам, они же не про реформу, они же просто про исполнение своего мандата, а мандат, еще раз, опять же, в третий раз повторюсь, его можно сегодня поменять. Это все в наших руках. Вот, как бы, вот эта дилемма такая, примерно. Ну, серьезная дилемма, потому что, ну, есть задачи, которые ставят президенты, есть люди, которые считают, что, ну, какая разница. Вообще-то мы воюем с блоком НАТО, с экономикой, которая очень немаленькая. И когда человек говорит, не-не-не-не, это сразу вспоминается вот у Аркадия Исааковича Ракина, да, была на эту тему, к пуговицам претензии есть? Ровно так, да. Пришито намертво, не оторвешь. То есть, ну, хотя бы, ну, чуть-чуть бы в чувство все пришли, мы бы им за это сказали огромное спасибо. Полный контакт с Владимиром Соловьевым